Украинские силы обороны таврического направления отрицают свою причастность к обстрелу рынка в Донецке, в результате которого погибли, по данным самопровозглашенных властей ДНР, 27 человек и 25 получили ранения. Официальные лица в Киеве комментариев не давали. На месте трагедии в воскресенье работали следователи. В своем вечернем обращении президент Украины упомянул, цитата, «жестокие российские атаки в Донецкой области». Генеральный секретарь ООН решительно осуждает нападение на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, заявили в пресс-службе Антонио Гутерриша. Между тем, в портовом поселке Усть-Луга Ленинградской области в воскресенье после двух взрывов вспыхнул пожар. На терминале по транспортировке нефтепродуктов заявили региональные власти. По данным местных СМИ, расположенный в 165 километрах к юго-западу от Санкт-Петербурга, порт был атакован украинскими беспилотниками. Пожар произошел на объекте, которым управляет второй по величине производитель природного газа в России «Новотек». Бенемин Нитаниаху отверг предложение Хамаса о перемирии. По мнению израильского премьера, требования Хамас просто неприемлемы, поскольку это означало бы практически возврат к довоенному статусу КВО. По словам Нитаниаху, только полная победа обеспечит ликвидацию Хамас и возвращение всех заложников израильтян. Тогда как следование предложению палестинцев нанесет смертельный ущерб в безопасности Израиля. Ранья Нитаниаху вызвала разочарование западных союзников, отказавшись следовать принципу двух государств в потенциальном послевоенном сценарии. Он также сталкивается с растущим давлением внутри страны. Родственники заложников требуют от правительства сделать все возможное для возвращения пленных. Тем временем на западном берегу реки Ордан израильтяне продолжают сносить дома палестинцев, в которых власть еврейского государства обвиняет в терроризме. В воскресенье Израиль нанес новый точечный авиаудар по Ливану, в результате которого был убит представитель Хезболлах и, по данным ливанских источников, ранены несколько проходящих мимо мирных жителей. Ранее в результате аналогичного авиаудара в Сирии погибли несколько членов Иранской революционной гвардии. Это вызвало резкую реакцию Тегерана. Ответственность за субботнюю атаку на авиабазу Айн-Аль-Асад в Ираке, на которой размещены американские войска, взяла на себя группировка, поддерживаемая Ираном. Как сообщило Центральное командование США, большинство снарядов были перехвачены системами ПВО, но нескольким удалось достичь цели. Пострадали несколько военнослужащих. Группировка «Исламское сопротивление» в Ираке заявила, что удар был частью более широкой кампании против присутствия американских войск в стране, а также ответом на военную кампанию Израиля в Газе. Губернатор Флориды Рон де Сантис завершил свою кампанию по выдвижению кандидатам от республиканской партии. Он сообщил об этом в воскресенье непосредственно перед праймериз в Нью-Гемпшире, поддержав своего главного соперника Дональда Трампа. Де Сантис вступил в гонку с серьезными преимуществами, что подтверждали первые соцопросы. Так он мог похвастаться значительным законодательным опытом, поважным для многих консерваторов вопросом, таким как аборты и преподавание расовых и гендерных вопросов в школах. Но все эти преимущества не выдержали реалий американской политики, отмечают обозреватели. Силы безопасности Эквадора задержали 68 предполагаемых членов преступной организации, которые пытались захватить больницу в городе Ягуачи в юго-западной провинции Гуаяс. Десятки вооруженных людей вошли в медицинское учреждение рано утром воскресенья. Предполагается, что они пришли к еще одному члену банды, который был госпитализирован с ранениями, а затем скончался. О жертвах и пострадавших в ходе операции не сообщается. У задержанных были изъяты наркотики и огнестрельное оружие. Операция прошла на фоне глубокого кризиса безопасности, де-факто войны между правительством и многочисленными бандами. Десятки тысяч людей вышли на улицы французских городов в воскресенье, чтобы призвать президента Эммануэля Макрона не подписывать закон об эмиграции. По их мнению, это явно ультраправый текст, который, цитата, «придают французские ценности». По данным МВД, в манифестациях приняли участие 75 тысяч человек по всей стране и 16 тысяч в Париже. Согласно Левому профсоюзу СЖТ, 150 тысяч. Через четыре дня Конституционный совет Франции должен принять решение о том, соответствуют ли статьи закона, принятого в декабре, основному документу страны. Десятки тысяч людей вновь вышли на улицы городов по всей Германии в воскресенье в знак протеста против правого экстремизма. Демонстрации проходят на фоне сообщений о тайной встрече представителей ультраправов в конце ноября в Подсдаме, где, как утверждается, обсуждалась депортация миллионов иммигрантов, в том числе и тех, кто имеет немецкое гражданство. На встрече также присутствовали политики ультраправой партии «Альтернатива для Германии», критика которой усиливается наравне с ростом ее популярности. Организаторы были вынуждены отменить запланированный марш в Мюнхене и попросить людей разойтись по соображениям безопасности, так как на мероприятие пришло около 50 тысяч человек, что в два раза больше, чем было запланировано. Массовые акции протеста прошли в ста городах по всей Германии с пятницы, в том числе в Мюнхене, Берлине и на востоке страны, где поддержка «Альтернатива для Германии» особо сильна. Папа Римский Франциск в воскресенье призвал освободить группу людей, в том числе шесть монахинь, которые были похищены двумя днями ранее на Гаити. Инцидент произошел 19 января средь бела дня в центре столицы Порте-Пренс. Шесть монахинь из прихода сестер святой Анны были увезены в неизвестном направлении вместе с другими пассажирами автобуса, на котором они ехали. Уже несколько месяцев на Гаити продолжается эскалация насилия. Орудующие в стране банды подозреваются в убийстве почти 4 тысяч человек и похищении еще 3 тысяч в прошлом году. 91 смертельный случай, связанный с экстремальными температурами, аномальными снегопадами и обледенением, зафиксирован в США. Непогода бушует на всей территории страны. Но на северо-востоке, по словам метеорологов, наблюдается довольно редкое явление, когда, цитата, «арктический воздух соединяется с влагой из Мексиканского залива». На Среднем Западе в воскресенье похолодало до минус 30. На северо-западе штата Индиана выпал почти метр снега. Власти города Мичиган-Сити были вынуждены объявить чрезвычайное положение. Десятки тысяч домов остаются без электричества из-за вызванных непогодой сбоев в линиях электропередачи. Суровая зима пришла и в Европу, которая отвыкла от снежных бур и крепких морозов. В Румынии в воскресенье в горных районах температура упала до минус 18 градусов. В столице столбики термометра показывали минус 10. А на Ирландию и Великобританию надвигается шторм Иша. В воскресенье в нескольких ирландских графствах было объявлено «красное» – самое сильное предупреждение о ветре, дожде и высоких волнах. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 130 км в час. Эти башни – часть исторической памяти итальянской Болонии, которую также называют Туррито. Это имя город получил средние века, потому что тогда его венчали около ста башен – символов престижа богатых и влиятельных семей. Высота самой высокой из них – Азинелли – 97 метров, самой низкой – Горизенды – 47. Но именно Горизенда вызывает беспокойство даже больше, чем Пизанская башня, своими четырьмя градусами наклона. Башня Горизенда стала клониться с самого момента своего рождения более 900 лет назад из-за проседания земли и фундамента во время строительства. Новое проседание потребовало начать предохранительные работы, которые продлятся примерно два года, а затем последует, собственно, восстановительный ремонт. Башня Горизенда, полна решимости спасти свои символы. Башня Горизенда еще долго будет возвышаться над городом, сохраняя наклон. В прибрежных водах Черного моря высажен вид водорослей, находящихся под угрозой исчезновения, но имеющих важное значение для морской жизни. Водоросли были размножены биологами в лаборатории и помогут восстановить экосистему, поврежденную накоплением ила. Цистосейра барбата – морская водоросль, необходимая для развития подводной жизни в Черном море. Когда-то в этом регионе ее было много, но в 70-х годах огромные территории подводных лугов постепенно исчезли из-за сочетания факторов окружающей среды. На данный момент ростки высажены в Констанции и Аджиджи в Румынии на площади около 300 квадратных метров. Ученые надеются, что заложенный питомник поможет выжить некоторым видам рыб и ракообразных и станет личным индикатором качества морской воды. В зависимости от скорости росту, водоросли будут пересажены по всему побережью Румынии. Специалисты настроены оптимистично. Они надеются, что им удастся восстановить всю экосистему.